В Хакасию приехала комиссия из Центрального управления МЧС. Столичные инспекторы проверяют, насколько наша республика готова к предстоящему сезону пожаров и паводков. Какую оценку дали специалисты, знает Виктор Буров. Уже завтра Хакасия, по прогнозам синоптиков, ожидает резкое потепление до 15 градусов. Поводов для радости, в общем-то, немного. Такие погодные условия легко могут спровоцировать паводок, а высохшие поля рискуют вспыхнуть, как спички. И жители республики знают это не понаслышке. Так, во время пожаров 2015 года влажность воздуха, например, опустилась до 3%, как в пустыне. Отголоски той апрельской трагедии витают в воздухе до сих пор. Очевидно, что принятие всех мер никогда не является стопроцентной гарантией, что не возникнет ни штатных, либо чрезвычайных ситуаций. Жизнь это подтверждает, и поэтому мы готовы в случае невозможности предупреждения к минимизации последствий, а затем и к ликвидации. Поэтому теперь наша республика на особом контроле у федеральных властей. Спасательные службы Хакасии приведены в режим боевой готовности. Главное – не допустить паводка и пожаров. Чтобы вода не пошла в село, в населенных пунктах укрепляют дамбы, чистят водостоки, делают профилактические отжиги и опашку. В случае ЧАЭС руководители сельсоветов первыми должны быть на месте и не стесняться спросить помощи у республиканских властей. В соответствующих министерствах и ведомствах к сезону паводков и пожаров уже все готово. В случае чего на спасение людей одновременно смогут выйти больше трех тысяч спасателей и военных, и почти 300 единиц техники. Видно, что работы проводятся. Проехали уже много субъектов – Сибирь, Дальний Восток. Будем надеяться, что у вас все будет хорошо, что мы ничего не найдем. На первый взгляд вы молодцы. Кстати, эту самую технику комиссия из Москвы сегодня тщательно осмотрела. В республике, например, пожарную обстановку с воздуха контролируют беспилотники. К спасательным операциям всегда готовы специально обученные животные. Один мерин у нас возилек, другой цыган, наши конники, лошади обучены именно для работы в составе расчетов. Большей части будут применяться при проведении противопожарных мероприятий. То есть это патрулирование районов вокруг города Абакана, по другим населенным пунктам. Но жителям Хакасии стоит позаботиться о своей безопасности и самим. Избитые просьбы быть осторожнее с огнем и соблюдать элементарные правила могут спасти не только имущество, но и человеческие жизни. Виктор Буров, Игорь Бреханов, Вести, Хакасия.